Взрыв бытового газа произошел сегодня на молодежной 37-е. Его силе можно рассуждать, глядя на вещи, которые разбросало буквально на несколько десятков метров. Вот посмотрите, подушки, предметы домашнего быта. Помимо кухонной утвари, на земле оказался даже этот шкаф. Взрывной волной его вынесло с пятого этажа. Оконные рамы и осколки оказались у дома напротив. Я спал. Задрожал дом, задрожали стекла, у меня сигнализация сработала. Я вылетела, явно произошел взрыв. Я просто вышел из подъезда своего напротив, и вот эта вся ситуация. Для утреннего времени очевидцев немного. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, проживает пожилая женщина. Ей 69 лет. Она главная пострадавшая. С 50-процентным ожогом тела ее везли в краевой ожоговый центр. Из-за обрушения одной из стен в соседнюю квартиру, 7-летняя девочка получила сотрясение мозга. Остальные жильцы целы, но угроза для них сохраняется. В стенах дома образовались трещины. Жителей двух подъездов держат на улице, пока идет проверка здания. Сейчас мы по советской армии готовим все-таки ПВР. Если такая необходимость будет, то мы обеспечим людей каким-то временным проживанием, а потом уже индивидуально будем работать с каждой семьей. Квартир 40, наверное. 40, грубо говоря, 3. Ну, порядка, наверное, 120 человек могут подлежать эвакуации. Вообще, по словам жильцов подъезда, в котором случилось ЧП, они и до этого дня замечали едкий запах газа. Но предполагали, что во всем виновата оборудование и вызывали специалистов. Из-за реки зашли, кое-как, я не знаю, к тебе макаром они зашли. Не до конца закрыты. Травят постепенно. Постоянно травят. Травят. С квартиры травят? Вот с этого. То есть хозяйка не до конца закрывает? Да, да. Ну, бабушке 80 лет, понимаете? Тут чисто... Понимаю, так мы все разлетим. Как вот, понимать-то, но... Разговариваем уже два месяца. Специалисты продолжают выяснять причину взрыва. Следователи возбудили проверку по факту взрыва газа. Предположительно, его причиной могло стать неисправное оборудование. Сотрудники прокуратуры занимаются установлением лиц, которые причинен ущерб в результате данного происшествия. Будет решаться вопрос о возмещении вреда. Кроме того, будут решаться вопросы возбуждения уголовного дела. На территории дома, где прогремел взрыв газа, власти города ввели режим ЧАЭС. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.